Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связан также с фото-видеотехникой, а в частности с камерами Nikon, где используется аккумуляторная батарея, это EN-EL14A, ну либо сетевой адаптер E-P5A, чтобы воспользоваться другим аккумулятором, а именно через сетевой адаптер или аккумуляторный адаптер в Lanzi, который мы рассмотрели в прошлом видео, В этом видео мы рассмотрим, как запитать данную камеру при помощи этого адаптера, когда вы используете стандартную аккумуляторную батарейку от Sony, это NPF970, также можно использовать NPF750 и NPF550 от старшей к младшей модели аккумуляторов под Sony. Итак, вот пришло в таком состоянии, шло, как обычно, у нас продолжительное время, где-то около 3-4 недель, настоящее время доставка составляет, и пришло вот в таком виде, ну за исключением только сверху был пакетик. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Есть замятости, никаких надписей нету, единственная надпись сверху говорит о том, что здесь есть EN-EL14PD, то есть для быстрой как таковой зарядки, поэтому здесь еще и располагается сетевой адаптер. Green с быстрой зарядкой. Посмотрим, как он питается. На моем канале есть переходники для сетевых адаптеров, это EP5A вместе с сетевыми адаптерами, которые я применяю в видеосъемке, если есть у вас рядом сетевые вилки на 220 вольт, ну или 110 вольт, в зависимости от того, где вы находитесь. В России, либо в Америке, Китае, Японии. Лучше, конечно, в России. Так, вот такого вида, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Внутри ничего нету, кроме как самого этого адаптера. Вот он такого вида, здесь кабель в виде гармошки, где-то до метра два он вытягивается, если постараться. Так, где-то около метра. Здесь у нас USB-C с быстрой зарядкой, и сам вот этот адаптер EP5A, который стандартный, вместо аккумуляторной батареи вставляется и питается от сетевого питания. Ну и этот адаптер рассмотрен на двух камерах. Как он функционирует? Первый это на D3100, и второй вариант это D5600. Если эти две крайние модели функционируют, то и остальные модели будут функционировать без проблем. Итак, давайте посмотрим. Но еще был момент, почему я его брал? Это еще раз повторяю для адаптера. Это уже было видео на моем канале. Как использовать этот адаптер вместе с фоллоу-фокусом. Можете посмотреть все желающие. Сейчас давайте посмотрим, как у нас адаптер размещается внутри двух этих камер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»